Пока еще совсем не отошла вишня, и в то же время мы уже вовсю собираем малиновый урожай, предлагаю вам немного поэкспериментировать и сварить неповторимое варенье с новым вкусом, соединив эти ягоды. Уверена, что такое сочетание никого не оставит равнодушным, так как варенье получается изумительно вкусным, очень красивым и душистым. Итак, для этого нам понадобится спелая сочная вишня, примерно 1 кг. 1 кг. 500 малины и ровно столько же сахара. Самым первым делом собираем необходимое количество ягоды, при этом вишню можно и помыть, а вот малину лучше не мыть, чтобы не подавить ягоды. Ну а если же она у вас мятая или же мягкая, то ее вообще можно просто перетереть в однородную массу. Далее, чуть обсушив вишню, удаляем из ягод косточки, и на эту процедуру, наверное, уходит самое большое количество времени из-за всего приготовления. А уже затем приступаем непосредственно к варке. Для этого я выкладываю вишню в никелированную кастрюлю и засыпаю ее сахаром. Затем ставлю ягоду на плиту на небольшой огонь и, постоянно перемешивая, провариваю ее минут 5, то есть до того момента, пока сахар полностью не растворится. А уже затем на таком же слабом огне варю ее еще 15 минут. Снимаю пенку и туда же добавляю малину. Тут уже хорошо перемешиваю вишнево-малиновое ассорти и на таком же медленном огне провариваю варенье еще 15 минут. А в это время подготавливаю баночки. Когда же время вышло, снимаю пенку и отставляю эту уже готовую вкуснятину. Осталось лишь только разлить ее по стерильным баночкам. Делать это нужно сразу же, пока варенье еще горячее. И при этом крышки значения не имеют. Можно закатать под ключ, а можно воспользоваться и винтовыми. Кому как будет удобней. В дальнейшем же хранить этот вишнево-малиновый шедевр можно при комнатной температуре. Хотя я сомневаюсь, что это лакомство долго простоит. Так как оно мало того, что слишком аппетитное, но еще и полезное, вкусное и ароматное. Готовьте с удовольствием! Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал!